Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск пятницы в материалах журналистов UATV. В студии для вас работает Станислав Листопад и в ближайшие 20 минут вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экологическая катастрофа грозит жителям оккупированной Горловки. На заводе «Стерол» хранится большое количество аммиака. Об этом UATV рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. С момента оккупации города завод прекратил работу, однако там до сих пор хранится много опасных химических веществ. По словам Туки, аммиак попадает в грунт и грунтовые воды. Химическое вещество – это фактический яд, который находится в бочках и может попасть в грунт, а оттуда в грунтовые воды. И это может привести к реальной экологической катастрофе. В металлических бочках сохраняется, те бочки уже прожавели за время. И даже приезжали специалисты из России, насколько мне известно, чтобы, скажем так, эвакуировать. Этот груз находится в таком состоянии, что эвакуации не подлежит. Стирол специализировался на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры и полистирола. По данным министерства, в начале 2018-го на заводе было около 80 тонн аммиака. При неправильном хранении такого количества химического вещества могут пострадать все жители Горловки, а это 250 тысяч человек. В 2013 году на Стироле уже была авария, тогда погибли 6 человек и 20 пострадали. Причина – разгерметизация трубопровода и выброс аммиака. Военнопленный Андрей Эйдер идет на поправку, но очень грустит по дому. Об этом ЮЭТВ рассказала адвокат украинца Александра Маркова. Сегодня ей удалось посетить подзащитного впервые после новогодних выходных. На встречу сотрудники СИЗОМ от Роскотишина выделили всего 20 минут. Времени хватило лишь для обсуждения рабочих вопросов. Более длительную встречу с моряком Александра надеется провести в понедельник. Андрей, в принципе, уже пошел на поправку. Я, честно говоря, думала, что их уже перевели в Лефортово. Когда в первый рабочий день позвонила следователю для того, чтобы получить эту информацию, была крайне удивлена, что они все еще остались в матросской тишине. Возможно, вы знаете, что у них назначено продление меры пресечения на 15 число. Украинские военные катера «Бердянск», «Никополе» и «Бухсирь» «Яныкапу» российский спецназ захватил 25 ноября в районе Керченского пролива. Суда шли из Одессы в Мариуполь. В плену оказались все члены экипажей. 21 военного удерживают в СИЗО Лефортово. Троих раненых в матросской тишине. В том числе и 19-летнего Андрея Эйдера. Флэшмоб в поддержку военнопленных украинских моряков провели в Харькове. В нем приняли участие свыше 300 курсантов Академии Нацгвардии. Специально для моряков, которых удерживают в российских СИЗО, один из курсантов написал стих и прочитал его перед строем. На написание стихотворения меня вдохновили последние события в стране. События, произошедшие в Керчи. События, которые постоянно происходят на востоке. Я сам не так давно там был, в 2014 году, и почувствовал на себе то нелегкое бремя войны. Курсанты и офицеры Академии неравнодушны к тому, что наши украинские моряки попали в плен. Мы надеемся и верим в то, что в ближайшее время они будут дома. Ну а эта акция приблизит это время. Давление на адвокатов. Так, крымский правозащитник Эмиль Курбединов назвал требование Министерства юстиции России исключить его из коллеги адвокатов. Окупанты ссылаются на два решения судов в аннексированном Крыму, где рассматривали административные дела в отношении Курбединова. В частности, адвоката обвинили в распространении еще шесть лет назад в соцсетях символики Хизбут-Тахрир, запрещенной в России. Курбединов, в свою очередь, отметил, добровольно покидать коллегию не будет. В случае его исключения он может потерять статус адвоката. Эмиль Курбединов в российских судах защищает десятки крымских татар, а также адвокат одного из 24 военнопленных украинских моряков. По закону о борьбе с экстремизмом, лица, привлекаемые по экстремистским статьям, не могут быть учредителями, членами некоммерческих организаций. Это такой квази-инструмент новый для того, чтобы бороться с адвокатами, особенно с теми, кто не угоден, так скажем, на сегодняшний момент. В то же время новые обыски устроили российские силовики. В аннексированном Крыму нагрянули в дома к крымским татарам, среди которых строитель Эрнест Алиев и зубной техник Сервер Бариев. Силовики искали запрещенную литературу, проверяли оргтехнику. В результате обысков ничего не нашли и не изъяли. Они мне сразу предоставили протокол решения суда о проведении этого обыска. Мол, как будто бы в моем доме собираются члены партии Хизбут Ахрыры, обсуждают вопросы, касающиеся недовольства власти. Пытались задать вопросы, какую идеологию придерживаешься, на которые я отказался полностью отвечать вопросы. Ничего я не подписал. Неделя на медобследование. Крымско-татарского активиста Эдема Бекирова таки вывезут из СИЗО в больницу Симферополя. Его поместят в отделение эндокринологии, сообщил адвокат Ислям Велиляев. Накануне суд в аннексированном Крыму оставил Бекирова под арестом. До 11 февраля жители Херсонской области российские силовики задержали 12 декабря на админгранице с оккупированным Крымом. Он ехал проведать мать. Его обвинили якобы в хранении взрывчатки. У 57-летнего крымского татарина инвалидность. У него ампутирована нога. Он болен с сахарным диабетом. Недавно перенес инфаркт и операцию на сердце. Один защитник Украины ранен и пять обстрелов со стороны боевиков. Такая ситуация на Донбассе, сообщили в штабе операции объединенных сил. На Донецком направлении, возле Новомихайловки, оккупанты вели огонь из гранатометов и пулеметов. А вблизи Водянова и Лебединского еще из стрелкового оружия. На Мариупольском рубеже российские наемники дважды обстреляли Гнутова. Один из главных инструментов гибридной войны России против Украины – пропаганда. Около половины кремлевских фейков об Украине. Это данные за прошлый год, опубликованные на сайте компании ЕС против дезинформации. На кого направлены потоки фейковой информации и как они работают, узнавал Игорь Меделян. 461 случай дезинформации из тысячи российских фейков об Украине. Такой результат годового мониторинга исследователей из Евросоюза. Украина на сегодняшний день является главным врагом после Соединенных Штатов Америки в России. И информационная война, которую Россия ведет, она достаточно серьезная и сложная. И тесно связана, собственно, с войной, которая непосредственно происходит на востоке Украины. Команда Виктории Романюк из украинского проекта «Стопфейк» уже несколько лет опровергает дезинформацию российских СМИ. Направлена она как на самих россиян, так и на иностранцев. Здесь вопрос стоит не только, скажем, о репутации Украины. Здесь стоит вопрос также о поддержке Украины западными государствами. Российские пропагандисты рассчитывают. Проверять информацию обычный потребитель не будет. Глупый фейк придумал телеканал «Россия». Именно он заявил, что украинские университеты требуют от студентов письменно отказываться от родственников в Российской Федерации. Удалось разыскать эту студентку. Она действительно существует. Она действительно учится в Одесском университете. Естественно, девушка не подтвердила информацию. Никто никого не заставлял отказываться от своих родственников. По словам телепродюсера Оксаны Дыхнич, многолетняя демонизация Украины в российских СМИ важна для Кремля. Ведь в условиях постоянного санкционного давления беднеющего обывателя проще держать под контролем пропагандистскими сказками о страшной жизни соседей. Человек приходит домой, да, приходит. Он видит, блин, устал, жрать нечего какая-то, блин, ну, все плохо. Вот реально все плохо. Он включает телевизор, и он показывает, что в Украине вообще ужас, ужас. И он думает, блин, так у нас же еще не так все плохо. Ничего же у меня, кроме картохи, ничего нет. Я же могу и картоху жрать. Но лишь бы ж не было войны. То ж придут бандеровцы и всех же порежут. Так и рождаются публикации о плюшевых гитлерах, которых продают украинским детям. Правда, ссылки на объявления в украинском интернете оказываются недействующими, в отличие от российских сайтов. Зато на российских ресурсах с объявлениями можно обнаружить, что игрушечных гитлеров продают в Москве. И есть десятки разных фигурок разной формы. Вброс дезинформации россиянами часто происходит одновременно с помощью нескольких СМИ. И вот реально на всех каналах одновременно одна и та же история с одними и теми же тезисами. Этот белый шум, вот так я называю белый шум, да, и за ним просто исчезает, как в дымке тумана, исчезает полностью вся эта российская действительность. Неприкрытые информационные атаки против Украины Россия не останавливает. Украинская тема в эфирах кремлевских каналов присутствует ежедневно уже пять лет подряд. И по словам опрошенных нами экспертов, количество фейков лишь увеличивается. Игорь Меделян, Руслан Белозеров, Александр Бугай, UATV. Протест учителей в Афинах разгоняли слезоточивым газом. Протестующие пытались прорваться через кордоны полицейских, чтобы добраться к зданию правительства. На акции в греческой столице вышло около двух тысяч протестующих. Они выступают против изменения порядка приема на работу в государственном секторе. Согласно положениям законопроекта, который находится на рассмотрении правительства, учителей будут назначать на должности с учетом их квалификации, а не опыта работы. Профсоюзы утверждают в государственных школах и без того не хватает сотрудников. А новые нормы могут лишь усугубить ситуацию. Македонию переименуют за изменение названия страны. Проголосовал парламент. Предложение поддержал 81 из 120 депутатов. Новое официальное название – Республика Северная Македония. Это решение парламента открыло стране двери в НАТО и Евросоюз. Чрезвычайное положение на Балканах. Метель парализовала движение транспорта. Из-за снегопадов закрывают школы. Горные поселки оказались в изоляции. В Сербии четыре муниципалитета на юго-западе страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Провизию местному населению доставляют аварийные бригады. Тем временем три города на берегу Адриатического моря в Черногории остаются без света. Обесточена и часть боснийского города Кладань. Минус 14 снегопады и сильный ветер. В украинскую столицу пришли морозы. Спрятаться от холода киевляне смогут в центрах обогрева. Там можно выпить горячий чай, получить теплую одежду и медицинскую помощь. Подробнее расскажет корреспондент ЮЭТВ Артем Голуб. Пункты обогрева открыты в городских больницах, коммунальных учреждениях и центрах социальной помощи. Здесь накормят, согреют и дадут теплую одежду. Здесь у нас находятся вещи, за которыми приходят люди. Здесь есть теплая одежда, свитера, рубашки и в общем все необходимое. Человек может прийти и получить все это бесплатно. В каждом пункте обогрева есть аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. Любовь приходит сюда каждый день. Говорит горячий чай с печеньем то, что нужно в такой мороз. Кто сколько хочет, столько здесь и остается. Там у нас есть матрасы, и мы там можем отдохнуть. Сейчас в Киеве работает 22 пункта обогрева. Такие центры расположены по всех областях Украины. Но не все они круглосуточные. Большинство работает с 9 утра до 5 вечера. Круглосуточный пункт обогрева означает то, что человек может в любое время суток прийти и получить все необходимые услуги. Но поймите правильно, это место не общежитие. Здесь нельзя находиться несколько суток. Работать пункты обогрева будут до начала марта. Артем Голубь, Руслан Белозеров, ЮЭй ТВ. Лед вместо мрамора. Восьмой год подряд в центре Львова проходит конкурс ледяных скульптур. Мастера с помощью болгарок и ледорубов соревнуются за звание лучшего. В этом году тема конкурса «Вдохновленные пинзелем» на честь известного галецкого скульптора 18 века Иоганна Пинзеля. Два дня художники будут создавать свои шедевры. Уже в эту субботу среди девяти мастеров жюри определят победителя. Лед вообще очень интересный материал. Из-за своей прозрачности. Здесь мы должны максимально это использовать. Надо знать технические приемы, чтобы не повредить материал. Применяем различные инструменты, такие как пила, ледорубы, болгарки, даже утюг. 36 лебедей нашли приют в национальном парке Межигорье. Их привозят туда со всех уголков Украины. У многих травмированы крылья, поэтому в дикой природе они обречены. В Межигорье их лечат, кормят и дают возможность жить на воле. На Лебедином озере побывала Инесса Занина. Два раза в день с большим мешком зерном Сергей приходит сюда кормить лебедей. У него на балансе 33 шипуна, два черных лебедя и один с черной шеей. В этом водоеме только шипуны. Большая часть птиц с белоснежными перьями. Но попадаются и те, чьи перья цвета капучино. Это молодняк. Они больше всего страдают в холода. В декабре, говорит Сергей, привезли шестого птенца. Он буквально свалился с неба на приусадебный участок. Лебедь был ослаблен и не мог самостоятельно добывать еду. Мы таким птицам подрезаем крылья, чтобы они с испугу не улетели сразу. И они до следующей линьки восстанавливаются. Когда они откушаются, уже там наберут массу, они могут улететь. Вот за три года у нас пять лебедей улетело. Еще 12 лебедей могут летать. У остальных травмы. Поэтому они в приюте живут постоянно. Он из Выжгорода, она из Днепра. Оба, говорит Сергей, со скверным характером. Лебедь – пожилой самец, его дама лишилась крыла. Стаи не прижились. Выжгородские, как мы называем, Днепровская, сформировали такую жуткую, с мерзким характером пару. Но живут уже дружно. Отдельно удерживают озеро, никого не пускают. Вот, возможно, у них будет еще и потомство. Недружелюбная пара живет в отдельном водоеме. Но в холода и ночью все птицы сбиваются в стаю. А лебеди интересно, как люди. Вот когда хорошо, там тепло, сыто, они могут ругаться, по разным озерам расходиться. Но на ночь, когда есть опасность или зима, когда холодно, они собираются в стаю и терпят друг друга. На просторах Межигорье комфортно чувствуют себя не только птицы. Здесь, как во многих национальных парках мира, свободно разгуливают пятнистые олени. Посетители это ценят. Это парк национальный. И, мне кажется, люди, которые будут здесь гулять, они будут ближе к природе. К сожалению, в лесах звери больше боятся. А здесь так они будут приручены и больше к людям будет ближе. Да, это хорошая идея очень. Весной в парк выпустят зайцев, кроликов и фазанов. Для этого их специально разводили в вольерах. Инесса Занин, Александр Прозоров, ЮАИ-ТВ. До 150 миллионов паломников соберутся в этом году в индийском Алахабаде на один из главных индуистских праздников Кумбхамела. Фестиваль ритуальных омовений начнется уже 15 января. О подготовке к празднику кувшинов расскажет Александр Кулебаба. Паломники заблаговременно собираются в Алахабаде на фестиваль Кумбхамела. Сюда съезжаются верующие со всей страны. Индуистский священник Шантнат Панди под открытым небом причащает паломников, молится за их близких и родных. Я сижу здесь с самого детства и видел множество фестивалей Кумбхамела. Люди приходят сюда, чтобы выполнить различные ритуалы, помолиться за умерших, развеять прах мертвых. Кумбхамела – дословно праздник кувшина, связанный с обрядами массового паломничества индусов к святыням индуизма. Священники читают молитвы в месте слияния рек Ганга и Ямуна, а также мифической реки Сарасвати. Миллионы людей совершают омовение в водах реки Ганг во время астрономически благоприятного периода, длящегося более 45 дней. Паломники верят – купание в эти дни освобождает людей от грехов. Вера компенсирует все. Вам не холодно и не жарко. Вас не раздражает толпа, и вы не чувствуете голода. Единственное желание – светиться в месте слияния Ганга и Ямуна. Все заботы, будь то физические или умственные, все проблемы исчезают, если принять здесь святое погружение. В этом году фестиваль посетят около 150 миллионов человек. И только миллион из них – туристы. К празднику, который начнется 15 января, в Алахабаде уже поставили временные мосты, установили 600 полевых кухонь и более 100 тысяч туалетов. За порядком будут следить военные, специальные силы полиции, службы безопасности. Всего около 20 тысяч человек. Александр Кулибаба, ЮЭй ТВ. И первые в истории кадры обратной стороны Луны снял зонд Национального космического управления Китая. На невидимую темную сторону спутника Земли аппарат Чан-Э-4 приземлился 3 января. Исследователи провели предварительный анализ рельефа местности, а также сняли панорамное видео и фото в 360 градусов. Такой была пятница в Украине и мире. Вся информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Благодарим за доверие. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok